всем привет с вами дмитрий урцул в этом видео я хотел провести еще один эксперимент и сравнить различные эмуляции классического компрессора 1176 вот так вот он выглядит в оригинале тут есть различные версии самые такие популярные этот фирмы universal audio они достаточно дорогие это так называемый транзисторный компрессор который основан на работе транзисторов и у него такой очень интересный такой цепляющий звук хватки он отлично подходит для перкуссионных инструментов первую очередь для барабанов там для каких-то щиповых инструментов то есть он прям очень хорошо подчеркивает атаку и при этом чуть-чуть такого добавлять драйва есть разные версии с черная классическая самая основная есть такая серебряно-голубая версия и различные производители плагинов естественно воссоздали этот классический прибор и сейчас мы их тоже сравним здесь у нас сегодня на эксперименте присутствует версия от waves здесь кстати сразу две версии как раз черная и вот это серебряно-голубая далее у нас есть такая версия от softube она немножко своеобразная то есть по интерфейсу не скажешь что это тот самый плагин но по сути это и есть фэт компрессор в этот и есть транзисторный я уже здесь поставил примерные настройки далее у нас здесь есть тирекс тоже те же самые настройки постарался сделать далее версия от native instruments виси 76 тоже те же настройки и аж три версии от слой digital тоже разные модели черная синяя и вот эта серебряно-голубая версия что же давайте сравним сравнить будем на примере рабочего барабана у меня здесь есть вот такой барабанный мульти трек и вот на примере рабочего особенно хорошо слышен эффект от этого компрессора давайте послушаем с нейр чистый но он уже достаточно плотный уже явно обработанный мы видим что здесь уровень примерно одинаковые у всех ударов то есть может быть не самый показательный пример но часто используют этот компрессор не столько для выравнивания динамики как классический компрессор а для подчеркивания вот этой атаки то есть вот эти вот первичные моменты удара по барабану нас могут быть подчеркнуты благодаря этому компрессору об особенностях настройки а так релиз я расскажу в отдельном видео также в базе знаний у вас это будет вы возможно уже либо смотрели это видео либо если не посмотрели обязательно посмотрите потому что здесь не совсем все так обычно у этого компрессора скажем так как у любых других поэтому об этом я поговорил в другом видео уже рассказал поэтому обязательно посмотрите чтобы здесь не тратить время я уже об этом упоминать не буду итак вот я сделал такие настройки на плагине от waves давайте послушаем что стало то есть слышно такой более явно этот хвост от под струнника то есть он стал громче и при этом атака такая стала более пробивная но думаю разницу слышно и давайте послушаем как с этими же настройками звучат остальные плагины смотрим fat пришлось вернуть ручку громкости так как это самое главное отличие так уже сразу такой некий спойлер виду важное отличие всех этих компрессоров это в том что у них выходная громкость после работы компрессора она чуть-чуть разные несмотря на похожие настройки но этот компрессор чуть выделяется поэтому здесь не получается прямо один в один воссоздать те же настройки здесь и другие используются входные и выходные значения но примерно если вы смотреть здесь за пиковым значением то я примерно стараюсь уровень минус восьми держать пиковый уровень здесь получилось погромче так посмотрим еще раз фэт так уже некоторая разница слышно послушаем этот вариант от тирекс явно тише то есть можно добавлять громкость ориентируемся на пиковое значение далее у нас на этих инструмент и давайте сравним сейчас каждый из этих версий тоже достаточно тихие то есть нужно чуть разгонять выход посмотрим следующий вариант и еще один вариант то есть атака и релиз у меня примерно везде одинаковые вход выходной уровень я постарался сделать тоже одинаковым но входной уровень несмотря на одинаковые значения установлены порядка минус 27 децибел но за исключением суфтюб потому что у нее чуть по другому здесь как я говорил обозначенная шкала у меня получается совершенно разная компрессия давайте посмотрим на поведение стрелок в каждом из этих компрессоров давайте начнем с waves то есть на компрессии происходит аж до минус 5 децибел это такая достаточно сильная компрессия давайте посмотрим fat ну здесь компрессия по показателям явно меньше то есть порядка где-то 2 2 с половиной децибел но при этом на звук кажется что звук такой более даже зажатый чем в случае с waves давайте посмотрим тирекс здесь компрессии тоже еле-еле дотягивает до минус 2 децибел при тех же самых настройках и при той же выходной громкости здесь так и вовсе компрессии практически не происходит и посмотрите насколько медленно возвращать стрелка обратно и еще раз посмотрим на слой digital первый вариант черный то здесь несмотря на то что стоит быстро релиз у нас вообще не возвращается стрелка еле-еле назад возвращается и вот это самая такая громкая самая напористая версия то кстати еще есть разные серка типа разные схема техники то есть они чуть-чуть гармонически отличаются как я уже не раз упоминал все вот эти плагины они либо основаны на ламповых сатурациях либо транзисторных данном случае транзисторная сатурация и здесь использована эмуляция различных цепей то есть этих гармонических сатураций от транзисторов то есть первая цепь вторая они имеют просто чуть разный окрас именно частотный то есть помимо динамики помимо компрессии этот плагин еще добавляет такой некой сатурации в частотную характеристику нашего звука соответственно уже разница на лицо то есть сразу видно что они все по-разному работают wave самый такой агрессивный и быстрый то есть у меня здесь стоит быстрый релиз вот этот хвост он прям очень хорошо подчеркивается то есть прям даже не столько слышен этот транзиент и щелчок рабочего барабана сколько минут этот звук подструнника то есть вот звук без обработки такой более плотный более такой резкий панчевый звук теперь посмотрим в софтюб еще раз здесь еще больше вот этот подструнник появляется но при этом сам транзиент атака такая более слабая таким образом у нас получается что атака чуть-чуть съедается несмотря на то что нас атака стоит достаточно медленная то есть по идее она должна успевать проходить но все равно не успевает релиз достаточно быстрый и поэтому нас подструнник еще лучше слышно звук такой более задавленный у тирекс явно происходит меньше компрессии это видно и по стрелке и слышно по звуку поэтому можно попробовать input раскачать сравним с версия твейс что-то похожее но от тирекс даже еще больше от этого звучания подструнника появляется при таких более агрессивных настройках то есть все говорит о том что тирекс более медленный то есть мы видно и стрелка возвращается медленнее и атака происходит медленнее то есть таким образом у нас в с такой самый быстрый и самый агрессивный из всех этих компрессоров видно насколько быстро срабатывает компрессия и быстро отпускает давайте сравним с теми же настройками с голубой версии тут такая же быстрая только еще большая компрессия то есть нас в этой версии доходил до минус 5 децибила компрессия здесь аж почти минус 10 минус 7 минус 10 то есть еще большая компрессия возникает но голубая версия на такая более современная более агрессивная black это такая более старая версия классическая и соответственно то же самое слайд диджитал то есть очень медленные компрессоры связан стрелка еле-еле успевает вернуться в исходное положение при том что она стоит максимально быстрый релиз то есть при таком при таких значениях получается более сглаженный мягкий звук но вы не получите нужной агрессии то есть конкретно касаемо вот этих плагинов тут так как есть некоторые ограничения по возможностям конкретно этих эмуляций тут конечно нужно выбирать то есть вот лучше в арсенале иметь несколько потому что они все разные по скорости несмотря на то что у нас положение ручек относительно вот этих каких-то шкал да там от 1 до 7 у нас одинаковые но в миллисекундном эквиваленте они абсолютно разные то есть вейс более быстрый в то время как эти все более медленные соответственно на вейс можно накрутить более такой активный такой атакующий звук громкий в то время как на остальных скорее такой более выровненный и такой какой-то усредненный получается звук но опять же это все нужно экспериментировать то есть нужно опять же подбирать все это под конкретный случай под конкретную ситуацию естественно когда речь заходит компрессии не обязательно использовать только 1176 или ну какой-либо из эмуляторов этого компрессора можно использовать любой другой компрессор просто здесь я решил сравнить вот такие достаточно классические приборы и как вы видите разница достаточно очевидно поэтому поэкспериментируйте с теми что у вас есть в доступе возможно у вас вашей коллекции есть какой-то из этих представленных плагинов и попробуйте его в разных ситуациях не только с рабочим барабаном также с другими перкуссионными инструментами с той же бочкой с томами например или с гитарой щипковый но с гитарой например тоже самый там тоже наверное если хочется подчеркнуть атаку то вы скорее предпочтете компрессор от waves потому что у него больше возможности по атаке релизу то есть сделать более быстрый релиз более быструю атаку вот ну что ж я думаю что с этим понятно такой получился эксперимент попробуйте обязательно сами и смотрите следующее видео из рубрики эксперименты которых мы будем разбирать еще интересные такие же плагины сделаны по каким-то старым аналоговым прибором что же с вами был дмитрий урсул успехов творчестве увидимся с вами в следующих видео всем пока